Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл бесед, посвященных истории России, истории Русской Церкви и русской культуры. Сегодняшняя наша тема – царствование императора Павла I. Не самое длинное в русской истории, оно всего лишь четыре с небольшим года длилось. Царствование Павла, тем не менее, привлекает большое внимание и историков, и широких читателей, интересующихся русской историей. В чем тут загадка? В чем проблема? Мы когда-то, еще в начале нашего цикла, говорили о том, что империя, она сама определяет до известной степени, кому ею править. То есть она выдвигает и элитарные слои, выдавливает наверх, она и ставит императоров, и она убирает императоров. Именно так получилось с императором Павлом Петровичем. Так же, как за несколько десятилетий до него, так случилось с его отцом, императором Петром III. Образно говоря, империя их не приняла. Можно, конечно, говорить вот в более таком сакральном смысле, что их не приняла некая абстрактная сущность, которая называется и является империей и определяет русскую историю. Можно говорить более приземленно, историко-социально, что их не приняла русская дворянская элита. Так же, как в 1762 году дворянская элита сделала ставку на императрицу Екатерину II. Так же, в 1801 году дворянская элита сделала ставку на Александра I и выдавила из русской истории, вытеснила из русской истории императора Павла Петровича. На самом деле, разницы между этими двумя подходами нет. Если говорить в высоком историосовском смысле, империя не может позволить себе, чтобы ею управляли слабые, не интересующиеся интересами страны и самой империи, люди, не владеющие, не обладающие достаточной волей для государственного управления, наконец, люди, лишенные государственной перспективы. Это очень важный момент. Это срабатывает почти как автоматически. Вот сейчас делают уже истребители пятого поколения, которые сами подсказывают летчику, как надо действовать в той или иной ситуации, какие принимать меры за штурвалом. Не летчик управляет самолетом, а самолет летчиком. Вот теперь мы можем, наконец, понимать, что это такое, когда империя управляет императором. Не в буквальном смысле, что та или иная группка людей, хотя бы даже и очень сановных, и очень крупных, вдруг высказывает свою волю и свои пожелания. Эти сановные люди, они тоже выражают пожелания самой большой империи. Она сама назначает себе императоров, и она убирает императоров ненужных, недужных, негодящихся, не справляющихся. Вот главная трагедия самодержавных императоров, которых убирают. Вот давайте посмотрим немножко с этой точки зрения. Что такое Павел Петрович? И начнем, конечно, с его рождения, с его происхождения и воспитания. Император Павел Петрович родился 20 сентября 1754 года. Злые языки, включая его матушку, императрицу Екатерину II, утверждали, что он вообще незаконный сын императора Петра III. Что такое Петр III? Вот в чем загвоздка. На самом деле, когда императрица Елизавета была вынуждена выбирать себе наследника, она обратилась к галштинскому принцу Петру Федоровичу. И имя Петра Федоровича он, кстати, получил уже в России, становясь наследником русского престола. Этот Петр Федорович, он был сыном ее сестры Анны Петровны. Он получил чисто немецкое образование, он и по менталитету получился немцем, он никогда не любил Россию и не интересовался Россией. В условиях Семилетней войны, побед русского оружия, когда русская армия приводила в изумление всю Европу, а он сочувствовал и переживал за поражение своего любимого Фридриха Великого, который был для него и идеалом правителя, и идеалом полководца, и идеалом военного реформатора. Довольно естественно, что как только Петр III становится императором, он немедленно прекращает победоносную для России Семилетнюю войну, заключает мир с Фридрихом, как считается, даже спасает тем самым Фридриха, который был близок к идее самоубийства вообще. И даже собирается за свою маленькую Галштинию воевать с Данией, втянуть в Россию в новую, совершенно неосмысленную, противоречащую русским интересам войну. Вот Петр III. Не буду говорить всего остального, вы можете это прочесть наиболее ярко в воспоминаниях императрицы Екатерины Алексеевны. Екатерина II оставила свои воспоминания. И вот от этого немецкого принца, хотя уже и в России, при дворе Елизаветы Петровны, в царственной чете наследников престола, рождается Павел. Рождается младенец мужского пола, которого Елизавета Петровна сразу забирает к себе. Она не дала его воспитывать и заниматься им ни Екатерине, его матери, ни Петру, его отцу. Она занималась им сама. Отчасти это было вот такое вот стихийное противоречие как раз вот этому немецко-галштинскому менталитету, который она в своем племяннике видела и знала. Она хотела, видимо, царевича воспитать в русском духе. Но она умирает слишком рано, и после недолгого царствования Петра III на престол вступает Екатерина II. И вот здесь вот происходят еще некоторые очень важные историко-государственные перемены, которые будут существенны для судьбы Павла Петровича. Екатерина, когда вступает на престол, в соответственном манифесте упоминается, естественно, цесаревич и наследник Павел Петрович. Более того, есть основания считать, что перед коронацией Екатерина даже подписала письменное обязательство, что она царствует до совершеннолетия Павла. Но, когда пришло время совершеннолетия, Екатерина даже не сочла нужным как-то, в государственном смысле, как-то отметить это событие. Это событие прошло незамеченным для русского общества и для России. Екатерина не предоставила наследственных прав своему сыну. Мы сейчас поговорим о том, была ли она права в этом, но она этого не сделала. И Павел вступил на престол после смерти матери в 96-м году только в возрасте 42-х лет. Можете себе представить, что это такое. Есть он со времени своего совершеннолетия, и на протяжении почти 30 лет после этого должен был ждать своего часа. Императора Павла в некоторых историко-публицистических работах называли русским гамлетом. В том смысле, прежде всего, что мать убила отца. Но, с другой стороны, гамлет – это прежде всего вот эти вот постоянные сомнения, размышления, внутренняя аналитика. Было ли это в Павле? Наверное, было. Павел получил хорошее образование. Екатерина ему нашла очень хороших преподавателей. Она обеспечила ему великолепную библиотеку покойного академика Корфа. Она организовала ему в 1782 году большую поездку по европейским странам с его второй женой, Марией Федоровной. Среди функций, которые выполнял Павел Петрович во время этой своей длительной иностранной командировки, был в том числе подбор произведений искусства для Екатерининского эрмитажа. То есть, на самом деле, все, что можно было сделать для воспитания и образования своего преемника Екатерина сделала. Но когда после вот этой длительной зарубежной поездки Павел вернулся, и Екатерина попыталась его впервые в возрасте 28 лет, впервые попыталась привлечь его к обсуждению государственных проблем, а речь шла о польском вопросе и о присоединении в 83-м году Крыма, то оказалось, что взгляды у матери и у сына совершенно противоположны по всем позициям. Екатерина больше не будет пытаться привлечь Павла к обсуждению своих политических проблем. Более того, воспользовавшись возможностью отправить его, подарить ему Гатчинский дворец после смерти Григория Орлова, Екатерина так и делает. С этого времени Павел Петрович с Марией Федоровной будут жить до самой смерти императрицы в Гатчинском дворце. И поэтому появляется в русской истории еще такая культурологическая, если угодно, категория, как гатчинство. Что такое гатчинство? Получив в свое владение Гатчинский дворец и всю Гатчину, Павел Петрович начинает устраивать там как бы модель своего будущего государствования. Он заводит свою отдельную армию, небольшую, но с артиллерией, с кавалерией, с пехотой. Он проводит свои учения с этой своей армией. Армия, как и армия его отца Петра III, построена по прусскому образцу. Идеалом для Павла, как и для Петра III, был Фридрих Великий. Прусский образец, прусский дух. Наверное, несправедливо обвиняли некоторые историки Павла, что там преобладали моменты муштры и парадного строя. Не только. На самом деле у нас есть документы, что Павел проводил настоящие полноценные учения боевые, учил солдат залповой стрельбе, учил их атакам, учил их форсированию рек. Все это входило в учения. Но все это по уставам немецким. Все это форма даже сама. Вот даже образ, чистая семиотика, семиотика Гатчины резко отличалась от семиотики Екатерининского Петербурга. Это был другой мир. И, конечно, это не могло не сказаться на психологических ожиданиях Павла. И, конечно, вокруг Павла группировались и на него надеялись все недовольные императрицей Екатериной и ее политикой. Начиная от восстаний народных, я имею в виду, прежде всего, конечно, Пугачевское восстание. Пугачев, как помните, называл себя Петром Федоровичем, то есть Петром Третьим, что якобы не убитым. Но постоянно упоминал, что он править не будет, когда победит, а править будет Павел Петрович. И точно так же внутренний распорядок, внутренний мир самого Павла Петровича. Его ведь определял его главный воспитатель Никита Панин. Никита Панин – это известный дипломат, который привез из Швеции, из Скандинавии новомодные учения масонов, сам состоял в масонском обществе. И все это тоже внушалось будущему императору, наследнику престола. То есть Павел, при том, что он получил хорошее образование и неплохое воспитание, но он не получил русской прививки, которую так ценила в своих сотрудниках и соратниках императрица Екатерина. В ноябре 1796 года умирает императрица Екатерина, императором становится Павел. Все, что сделала его великая мать, император начинает отменять. Начиная с формы одежды армии. Принципы обучения войск меняются. Потемкинский и суворовский стиль воспитания солдат, воспитания армии заменяется прусскими уставами. Знаменитое выражение Павла «Я из вас потемкинский дух-то вышибу» это вот типичное проявление. На этом строится очень многое. Даже, казалось бы, некие второстепенные вопросы просто назло Павлу Петровичу хочется переиначить, чтобы было не так, как при его матери. Наиболее ярко это проявляется, например, в том, что он амнистирует всех участников Польской войны, Польского восстания 1794 года во главе с Костюшкой. Костюшке разрешается уехать за границу. Поляки амнистируются. При этом они не становятся друзьями России. Павел не делает их друзьями России, и он вообще об этом не думает. Он просто хочет все переиначить. Я сказал вначале, что Павел нарушил некие законы империи, и поэтому империя его вытеснила из истории. Что это вот за законы империи, которые он нарушил? Как мы помним, империя, естественно, была дворянская. Вообще империя, вообще государство монархическое, представляет из себя пирамиду. Царь-император является только вершиной пирамиды. Под ним та часть пирамиды, которую образует государственная элита, под ней еще более широкие некие народные слои. Все это можно выстроить, получить хорошую картинку. Но, в частности, Российская империя была по основе, по своей, дворянская. Главным и передовым для своего времени классом было тогда дворянство. Павел отчасти и здесь хотел изменить все, супротив своей матушки. Он начинает некие урезать дворянские вольности. Он отменяет губернские дворянские собрания. Он запрещает дворянам ранее определенного срока проситься в отставку со службы. Он заставляет дворян платить особую подать на содержание губернских местного, губернского местного самоуправления. Он приказывает отдавать под суд дворян, уклоняющихся от службы, как от светской, так и от военной. Все это как бы дворянами воспринималось, естественно, как урезание их прав. Павел делает, производит некие меры и по улучшению положения крестьянства. Ну, достаточно назвать такие вещи, как указ о трехдневной барщине. То есть, запрещалось заставлять крестьян крепостных работать по праздникам и по воскресеньям, и более того, запрещалось заставлять их работать на барина более трех дней в неделю. И дворяне, естественно, воспринимали в штыки такие новшества. Запрещалось продавать крестьян без земли. запрещалось разлучать семьи при продаже крестьян. Конечно, это вызывало всеобщую ненависть, всеобщее отторжение со стороны российского дворянства. Посмотрим внешнюю политику. Это тоже очень важный момент. В 98-м году Франция захватывает Мальту. Тот остров, который еще когда-то Карл V подарил Мальтийскому Рыцарскому Ордену. И император Павел тут же объявляет себя главой и покровителем Мальтийского Ордена и собирается вступать в войну из-за этого. Собственно говоря, вот последующая история антифранцузской коалиции, в которой русские войска участвовали, когда Суворов был послан освобождать Италию и Швейцарию от французской оккупации, а ведь по существу спусковым механизмом этой войны стала Мальта. То, что французы захватили Мальту и изгнали мальтийских рыцарей, которых Павел тут же приютил у себя в Петербурге. И то, что вот эти мальтийские эмигранты, и то, что многие другие эмигранты при Павле обильно проникают в русскую элиту, вот последней, то есть этой русской элите, это не нравилось. Она оттесняется, появляются новые слои в самой элите. Далее, что происходит дальше? А дальше происходит следующее, то, что мы называем по привычке внешнеполитическим произволом и волюнтаризмом. То есть, когда выясняется измена австрийцев, когда после знаменитых походов Суворова, итальянского и швейцарского, Павел разрывает союз с Австрией и отзывает русскую армию из Европы, то он, наоборот, тут же немедленно, вот крайности маятника, он тут же немедленно переходит к подготовке войны с Англией. Он посылает целый корпус казачий, 22 тысячи человек, посылает искать пути в Индию, потому что карт не было. Полная авантюра. Это уже военно-политическая авантюра. Без карт, без подготовки, без ничего посылается огромный казачий корпус искать путей в Индию с приказом императора. Цитирую дословно. Пройти от Инда до Ганга, бить англичан, а по дороге разобраться с Бухарией, то есть завоевать еще и Бухарское ханство. У нас Средняя Азия еще не была присоединена к России. И все ради того, чтобы досадить англичанам. А одновременно на севере Европы Павел вступает в коалицию со Швецией, с Данией против Англии опять. По существу Павел выступает невольным образом одним из инициаторов будущей системы континентальной блокады. Не Наполеон, а Павел еще выступает инициатором такой системы. А русское дворянство всегда жило и обогащалось за счет торговли с Англией. Оно никогда не соглашалось на какую-либо блокаду английской торговли. Ну, и Англия, конечно, тоже не спала. Английские дипломаты, вся английская дипломатия тоже была приведена в действие. Результатом стал дворянский заговор против Павла и по знаменитой остроте французской писательницы Жермиана де Сталь мы получили что такое самодержавие, ограниченное удавкой. В России правление есть самодержавие, ограниченное удавкой. 12 марта 1801 года император был убит в своем Михайловском замке в Петербурге. Вот как завершается. В результате, конечно, получается некая противоречивая картина. Вот все те указы, все те инициативы, о которых мы упоминали, и то, что в чем-то стало народу легче, и в том, что в чем-то стало дворянам хуже, и в том, что армия была переиначена на прусский образец, и противоречивые отношения с тем же Суворовым, мы об этом говорили в свое время, и противоречивые отношения с русской элитой в целом. Ну, один только пример приведу. Пушкин в своих автобиографических записках говорит, первая моя встреча с самодержавием, когда Павел Петрович на улице отчитал мою няньку за то, что она с меня, годовалого ребенка, не сняла картуз перед императором. Вот типичное проявление. То есть, вот мелочное регламентирование жизни целых слоев населения, авантюризм во внешней и во внутренней политике, нежелание считаться с традициями и наоборот, совершенно антигосударственное желание покончить со всеми начинаниями и со всеми реформами своей матери, императрицы Екатерины Великой, вот это вот все и привело к тому, что Павел выпал из русской истории. Русский Гамлет не состоялся. Так не состоялся, в принципе, и шекспировский Гамлет. Есть время и есть место махать шпагой и утверждать некие рыцарские принципы. Мы чаще всего читаем о Павле именно это. Последний романтик на русском престоле, последний рыцарь, русский Гамлет. Нет, просто неудавшийся император. И империя без жалости прощается с неудавшимися императорами. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Следующая наша встреча будет посвящена уже царствованию императора Александра I. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова